В связи с тем, что YouTube практически полностью перестал работать на территории РФ, я очень прошу вас подписаться на меня на ВК-видео, ссылка в описании, спасибо. Всем привет, с вами Егор Ярушин и нет, я не забыл. Я знаю, что я обещал вам ролик о группах, которые утяжелили свое звучание, просто происходили всякие веселые пертурбации, включая, например, замедление YouTube, в общем, было о чем поговорить. Но, наконец-то, я этот ролик для вас записываю. Я очень сильно надеюсь на то, что он вам нужен и вы его ждали. Единственный способ, как вы можете показать мне, что это так и что мне стоит превратить это в сериал, потому что, как вы можете понять, те группы, про которые я буду говорить сегодня, это не все группы, которые вместо опопсения, собственно, пошли по пути и яументального, собственно, утяжеления. Так вот, если эта тема вам интересна, давайте 3,5 тысячи лайков под этим роликом поставим, вне зависимости от платформы, на которой вы его смотрите. Ну и подпишитесь на этой самой платформе, на которой вы смотрите этот ролик, потому что подписки также очень важны для алгоритмов. Также в описании будут все мои альтернативные соцсети на случай того, что с какой-нибудь из площадок что-нибудь случится. Поэтому обратите на них внимание, это тоже очень важно. Рекламировать я ничего не буду и мы сразу пустимся, собственно, в эту пучину метальной музыки. На самом деле можно разделить группы, которые утяжелили свое звучание на те, которые сделали это по каким-то альтруистическим соображениям, то есть по своему собственному желанию, и на те, которые, собственно, из тяжа перешли в попсу. Там, разумеется, не получили никакого успеха. Мы часто говорим на этом канале о том, что они думают, что они смогут заинтересовать слушателей более какой-то попсовой музыки, собственно, более мейнстримовой. Но там уже есть свои коллективы и у них есть свои слушатели, и эти слушатели, собственно, не заинтересованы во вторичном продукте, которые, по большей части, делают ребята, которые пришли из тяжа, собственно, в поп. И именно из-за этого на щите приходится возвращаться в тяж. Я уже в прошлом, собственно, ролике, в котором я затаргивал эту тему, говорил про группу Sleeping with Sirens. Которая была одной из самых популярных пост-харткор коллективов, собственно, сначала были на Райзе, потом они перешли на Эпитав, который, вообще, считай, флагманский, на нем он все еще Falling and Reverse, например. Но потом их приманили калачом, сказали Warner Brothers Records. Я в прошлом ролике сказал, что в Sony неправ был. Да, Warner Bros. им сказали, вот, сейчас мы из вас попсовых звезд сделаем. Они сделали альбом под названием Гассы. Который звучал максимально вторично, то есть, по сути, это ничем не отличалось от чего угодно, что тогда играло на попсовом радио американском. Кроме голоса Келлина Квина, который, как бы, не бьется, например, с музыкой, как у каких-нибудь условных Imagine Dragons или Coldplay. И поэтому, ребята, поджав хвост, собственно, вернулись сразу со следующим альбомом в лонно-тяжелой музыки. Подписались на сами Риан Рекордс, где, собственно, насколько мне известно, находятся до сих пор. Можно ли это считать утяжелением? Ну да, но как бы они сначала опопсились, а потом утяжелились. Поэтому это, как мне кажется, не особо интересно. К таким же ребятам можно отнести, например, Architects. Которые, конечно же, после великолепного альбома Hollow Crown перешли от такого математического металлкора. Начинали-то они вообще с маткора, так что, как бы, они даже в этот металлкор спопсились. Но после него они решили, что теперь им можно все. И решили выпустить более мейнстримный, постхардкорный альбом под названием The Here and Now. До недавних пор являвшийся, кстати, моим любимым альбомом Architects. Опять же, их засрали их фанаты, а новых фанатов они не сыскали этим альбомом. Из-за чего им пришлось буквально на середине тура от него откреститься, перестать играть с него треки. До сих пор они говорят насчет того, что, оказывается, им этот альбом сразу не понравился и так далее. В общем, виноваты все, кроме них. Альбом, на самом деле, был очень классный. Ну и, как вы знаете, потом началась череда вот этих вот абсолютно одинаковых альбомов. Однако, чем интересна группа Architects, так это тем, что они ушли как бы в попсу относительно того, что они играли. И потом вернулись в тяж. А сейчас они опять вернулись в попсу, но уже другую на своих двух крайних релизах. С другой стороны, сейчас на них работает Джордан Фиш, поэтому я уверен, что что-нибудь они там накашеварят в общем. Отчасти такой группой также можно назвать Black Veil Brides, про которых я достаточно редко говорю на этом канале. Они начинали на чем-то таком, как бы, околосценовом, околосцен, так сказать. Это был какой-то такой околометалкорчик. На самом деле, они просто играли очень плохую музыку, но они были при этом разукрашены, как в глэме. И поэтому, естественно, они перешли в полноценный глэм на пике своей карьеры. Но 15-летние девочки имеют такую тенденцию находить себе новых, собственно, крашей. И после того, как Энди Бирсак отошел на второй план, в сравнении с, например, там, условным каким-нибудь Ноа Себастьяном из группы Bad Doments, фанаточки, обязательно пишите мне в комментариях. Ребята начали очень сильно проседать в популярности. И да, с мейджор лейбла Лава, который, по сути, является просто, как бы, дочерней компанией от Universal Republic, они вернулись, опять же, к тяжелой музыке NASA Merian Records. И их, например, новый, собственно, трек под названием Bleeders, на который выходил клип, это, пожалуй, самая тяжелая из их работ, там даже и брэкдаун мощный и так далее. Ну, это все фигня, на самом деле, это не так интересно. Гораздо интереснее группы, которые реально по своему желанию решили начать играть что-то более тяжелое. Не потому, что им пришлось, а потому, что им захотелось. Самым, наверное, таким крупным и знаковым, и, главное, первым, насколько мне, знаете, да, примером являлась группа Panthera. Да, большинство людей про это не знают, но до того, как стать одними из отцов трэш-металла и выпустить абсолютно культовый альбом Cowboys from Hell, группа Pantera выпустила целых два глэмовых альбома, на котором они пытались звучать, как там Twisted Sister, Monty Crew и прочие группы вот того вот времени. Однако не пошло, и ребята решили, собственно, развивать тот самый трэш, южняк, грув, и мы крайне сильно им за это благодарны, так как это одна из самых влиятельных, что касается музыки, груб, собственно, современности. Я прерву самого себя буквально на секунду для того, чтобы вам что-то порекомендовать, и это не реклама. Я знаю, что вы считаете меня не без моей помощи прожженным коммерсом, но я правда хочу посоветовать вам очень крутой трек, который очень сильно понравился лично мне. Дело в том, что два члена двух групп, собственно, которые играли около металлкорное корное музло, а именно проектов Tell Me a Fairy Tale и The Air of Hiroshima, создали проект под названием Vice Guys, и у них вышел новый трек под названием Reparacja. В нынешнее время даже такое интересное слово, да? И этот трек отдает вайбом просто, и морозы новых альбомов просто на русском языке, и это топ. Помимо этого свежего сингла «Закрывающего лето», ребята выпустили уже три сингла со своего предстоящего альбома. А зимой этого года ребята планируют релиз этого самого альбома. У ребят также будут фиты со всякими крутыми музыкантами и исполнителями, в общем, следите за ребятами. Я чисто по своей инициативе оставлю ссылку на сингл и соцсети ребят в описании. Я надеюсь, это понравится вам хотя бы отчасти так, как понравилось мне. В общем, мы продолжаем, возвращаемся к метальчику. Один из моих любимых примеров и группа, про которую я очень часто, собственно, на этом канале говорю, это группа Abigail Williams. Когда ребята начинали, они играли такой металлкорчик, потом они начали добавлять элементы блэк металла в этот металлкорчик. Я очень рекомендую их EP под названием Legend, если вы его еще не слышали. Там, в принципе, вы можете услышать всю группу Лор Нашор. Правда, он записан еще в 2006 году, а Лор Нашор сейчас такими вещами занимается. Прекрасный пример того, когда ты делаешь топовый материал, но в неправильное время выпускаешь. Но после этого альбома ребята просто взяли и ушли в полноценный блэк металл, который они с достаточно большими успехами играют до сих пор. Являясь одной из самых крупных американских блэк металл коллективов, если именно мы говорим про трушный блэк металл, а не про то, что, собственно, блэк металлисты называют там поп-блэк металлом, типа там те же Дима Баргер, Кред Лофилд и так далее. Вы наверняка ожидаете одну группу увидеть в этом списке, и это группа Ice Nine Kills. Если вы не знали, то до того, как они стали одним из самых продуктивных и, собственно, денежных проектов металлкорной нынешней сцены, который, собственно, сел на вот этот вот хайп-трейн каких-то хоррор-фильмов и так далее, ребята из Ice Nine Kills были группой, которая играла СКА. Да, СКА, как группа Ленинград. Я сам этого не знал, я не буду здесь делать вид, что я знал это все время, но там, не знаю, лет пять, наверное, я уже про это знаю, и меня постоянно забавляет этот факт каждый раз, когда я про него вспоминаю. Поэтому, если вы любите трубы, если вы любите панкушечку вот такую вот, то ранний материал группы Ice Nine Kills как раз для вас. Кстати, недавно они выпускали кавер на I'm Walking on Sunshine, и там на фите были Real Big Fish. Это реальная СКА-группа, которая играет СКА до сих пор, одни из легенд. И мне интересно, они типа познакомились еще тогда, или для группы Ice Nine Kills это было чем-то вроде исполнения мечты детства, ведь когда они начинали играть СКА, они ведь хотели играть СКА, правда? И, скорее всего, на кого-то равнялись. Ну и я должен сказать, что группа, про которую очень часто забывают в этом разговоре, это группа Марина, моя. Еще в 2011 году мы играли, собственно, пост-хардкорчик вот такой вот, с синтами там и так далее. Шафар нам писал о том, что мы у него воруем из Make Me Famous песни. В 2019 году с релизом EP под названием Everything or Nothing мы начали играть такой дедкорчик, на самом деле написанный мной еще в 2009. Альбом D2 NeverEnding Rain был, в принципе, таким металлкором, в принципе, да? Кандовым. Потом на Degrader EP многие говорили о том, что мы играли ню металлкор. Нам же казалось, что мы играем такое что-то прихардкоренное. Ну, а крайний на данный момент и, наверное, последний на определенное время релиз Марины, альбом Nuclear был таким околоблокметальным уже. Так что по сравнению с пост-хардкором, с попрыгушками электроникой, конечно, околоблокметальный, собственно, металлкорчик, это, как мне кажется, однозначное утяжеление. Про какие группы я не рассказал, пишите о них в комментариях. Главное, ставьте лайки для того, чтобы я знал, что эта тема вам интересна. И продолжал, собственно, про это говорить. Так как мне кажется, что еще на 2-3 ролика вот этот вот сериал продлить можно. Также подписывайтесь, как я и сказал, на все мои альтернативные соцсети. С вами же был Егор Юшин. Я желаю вам прекрасного дня, вечера или когда бы вы там это не смотрели. Пока!